Да твою мать, да кого там посередине ночи, а, привело? Чё за дебилы тут ходят, а, в двери звучатся? Ёханый бабай, кто это вообще тут такой, а? Ген... Здравствуй, Геннадий? Геннадий... А чё вы молчите? Сбитой посередине ночи... Что вы тут забыли? Твою... Твою... Как делишь, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня, ребята, вместе с вами мы возвращаемся в мир покемонов, а именно в наш седьмой сезон, ребята, с выживанием на покемонов. Да, в этой серии, как обычно, мы будем искать, ловить, прокачивать наших покемонов и сражаться в нашем первом поединке с Геннадием, который напал на нас в предыдущей серии. Да, ребята, поэтому я буду рад, если вы видите большущий палец вверх. К сожалению, в предыдущей серии мы с вами не смогли набрать 10 тысяч лайков для того, чтобы вышла новая серия, ребята. Но я подумал то, что вы действительно хотите видеть новую серию покемонов, поэтому, ребята, я выпустил ее для вас даже без 10 тысяч лайков. Но, ребята, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, даже завтра, ребята, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, набираем 10 тысяч лайков на вот этой серии, и я сразу же, ребята, в тот же день выпускаю новую серию про покемонов. Поэтому, ребята, когда она выйдет, зависит только от вас. Также подписывайтесь на мой канал, каждый пропишет для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они также приходили, смотрели, ставили лайки, чтобы серия вышла быстрее. И, конечно же, ребята, пишите ваши комментарии, хоть что, что вам угодно, какой ваш любимый покемон, задавайте вопросы и многое другое. На самый интересный комментарий я буду отвечать. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать. Знаете, что я решил сделать перед серией? Перед серией я решил выкинуть все наши вот эти вещички, чтобы у меня был только мой скин, потому что зачем нам железная броня и алмазная броня в покемонах, если они, в принципе, меня даже тут не бьют. Мне кажется, это бесполезно. Но, ребята, кто помнит Геннадия, вы, кстати, видели то, что случилось в предыдущей серии, кто его, ребята, помнит, то он ворвался в мой дом, ударил меня по башке битой и также вызвал меня на бой. Да попади ты, наконец-то, вот. Он вызвал, ребята, меня на бой. И что он сказал? Что бой будет проходить возле алтаря Забдуса, если я хорошенько помню. Мы еще сейчас туда пойдем и посмотрим, действительно, там ли он находится. И также то, что бой будет проходить... Нифига себе, смотри, что бы не было. Какая-то пушечка. Не пушечка, а... Ну, вещичка. То, что бой, ребята, будет проходить 2 на 2. То есть 2 покемона моих против 2 покемонов его. Да. Поэтому, ребята, в этой серии мы с ним... Не скажу, что прям сразимся, но хотя бы посмотрим, сможем ли мы докачать наших покемонов. Я в бой буду вести, конечно же, Чаризарда и, конечно же, Самурота. И посмотрим, ребята, сможем ли мы у него выиграть. Что он также еще нам, ребята, сказал? То, что... Каждый участник ставит на кон прям все. Он ставит на кон свою какую-то самую ценную вещь, а я на кон ставлю свою самую ценную вещь. А у меня, в принципе, самая ценная вещь это стак алмазов, которые мы добыли с помощью... С помощью чего? С помощью лаки-блоков, да. Поэтому, ребята, больше, чем стак алмазов, какого-то ценнее приза у меня нет. Поэтому он, ребята, у нас и будет. Кстати, смотри, что я сделал перед серией. Дайте я вернусь вот сюда. Да. Вот, что я сделал перед серией. Я уже достроил второй этаж. Я уже достроил тут более-менее крышу. Я, ребята, уже построил тут башню. Не целиком, но, видите, первый этаж у нас тут есть. Тут у нас будет подъем на второй этаж. Потом у нас будет третий этаж. На четвертом этаже у нас будет спальня. Или на третьем этаже, я пока что еще не знаю. А на четвертом или на крыше у нас будет комната зачарования. Да, то есть там, где у нас будет проходить... Где у нас будет стоять чарилка. Где мы будем зачаривать наши пушечки. Многое другое. Мне кажется, будет действительно прикольно. Но, как видите, я не знаю, что я вообще думал. Но, мне кажется, в тот момент я просто-напросто сошел с ума. То, что я решил построить вот такой домище. Это прям, не знаю, замок какой-то нафиг. Я не знаю, почему я взялся за него. Ну, уже поздно. Уже поздно отказываться. Да. И, кстати, ребята, перед этой серией я приготовился. Я сделал 24 покебола. И сделал 10 ультраболов. И вы, кстати, сейчас видели то, что я заново пошел. И насобирал апреконы. Для того, чтобы сделать 3 покелаки блока. Мы попытаемся их открыть и попробуем выбить что-то полезное. Поэтому, ребята, давайте мы сразу же приступим. Давайте сделаем лаки-блоки. Нам нужно 3 лаки-блока, которые делаются вот так. И давайте их окружим обычными покемонами. Не покемонами, а покеболами. И сделаем 3 пиксельмон лаки-блока. Кто не знает, их можно зачаривать на удачу. Тут у нас удача 0. Тут зачарим на удачу 1. Точнее, на плюс 12. С помощью одного алмаза. А тут зачарим, ребята, на 24. А вот этот первый оставим просто так. Вот эти алмазики я не буду тратить. Потому что они нам пригодятся. Для того, чтобы все поставить на кон. Когда мы будем сражаться против Геннадия. Ну что, ребята, давайте мы поставим все наши покелаки. Какие я поставил? 12, 24. Так, это обычный, да? Это вот этот, это вот этот. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Давайте откроем первый и посмотрим, что с него нам выпадет. Пожалуйста, что-то нормально. Что-то нормально. Давайте приготовим уже вот эти 10 ультраболов. Пожалуйста. Лук! Лук! Лаки Бол. Зачем нам Лаки Лук с Пиксельмон Лаки Болка? С ума сожжал. Давайте еще раз. Что нам в этой серии за хрень выпадает? Ладно. Это нормально. Потому что, кто не знает, что это за такой камушек. Этот камушек увеличивает силу электрического покемона на 50%. То есть, если он... Вот, кстати. Люкс Рей. Если я сейчас одену на него вот эту шапочку. Я, кстати, одел вот этот камушек. То он начнет бить на 50% сильнее. И, в принципе, какой-то сепень это даже очень полезная штука. С помощью этой штуки я просто Геннадия на части разорву. Мне кажется, я даже без этой штуки его разорву. Ну что, ребята. Давайте последний Лаки Блок. Посмотрим, что нам с него выпадет. Я уже думал, что нифига нормального. Снайви. Так, Снайви. Снайви. Это круто. Снайви. Это круто. Только, пожалуйста. Пожалуйста. Словись. Ну, не будь паскудой. Да. 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 Ребята, в предыдущей серии мы нашли Сквиртла. Это стартовик редкий покемон. То есть, начальный редкий покемон. И мы его не смогли словить. Я на него потратил где-то полстака. Полстака ультраболов. Пакеболов. И мы его не смогли словить. А сейчас. На Снайви. Которая каким-то чудо-образом выпала с последнего покелаки блока. Это тоже стартовик. То есть, стартовый редкий травяной покемон. Офигеть, ребята. Так, мы собираем уже следующую команду. Кто у нас будет в следующей команде? В этой команде у нас Черезар, Самурот, Тортера, Люкс Рей. Потом я еще славлю Сайтра. Еще один покемон останется. А в следующей команде у нас уже будет Риолу, Трико. А Снайви будет еще в следующей, в следующей команде. То есть, у нас уже на третью команду есть планы. И это, ребята, офигеть. Вот этот Блокебов куда-то в жопу нужно засунуть. Потому что он мне вообще, в принципе, не пригодится. Ну что, ребята, давайте мы посмотрим, где наш там Геннадий, который нас ударил. О, вот, кстати, я его уже видел через текстурки. Как же я хочу засыпать легендарного покемона. Только у меня, у меня нету орба. Мне орб нужен. А где я его найду, я не представляю. Геннадий, это ты меня по башке стукнул. Вот тут мы сражаться будем с тобой, да? Смотрит на меня, смотрит на меня. Ну ладно, Геннадий. Биту убери, биту убери. Бой 2 на 2. Не смотри на меня. Победитель забирает все. Ладно, Геннадий. Ладно, Геннадий. Твою мать. Ладно, Геннадий. Я еще вернусь. Я еще вернусь. Я еще докачаю моего Черезарда и Самурота. Хотя бы Самурота до 50 уровня. Черезарда до 52-53. Я вернусь. Из жопы-то. Из жопы-то разорву. На кусочки. Он же меня по башке стукнул в предыдущей серии. А это так просто оставлять, ребята, нельзя. Но. Но. Я также буду очень сильно рад, если я смогу найти Саня. Хайтера. Потому что я его уже ловлю около... Около дофига я его уже ловлю. Где-то серии так 10. Я его не могу дофиг найти. Арбок. Иди сюда. Нам нужно прокачивать наших покемонов, чтобы потом сразиться с Геннадием. Так. Еще разочек. Зашибись. А еще один уровень мы прокачали. Ух ты ж нихрена себе. Что там вообще такое за собрание? Смотрите на карте, сколько там всяких покемонов. Это где? О. Ну, гравлиты. Эконсы. Такой. 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 Не очень. Не очень. Не очень. Потому что они мне, в принципе, нафиг не нужны. Сайтеры. Пожалуйста. Вот там еще кто-то заспавился. А, кстати, почему я бегаю, если я могу летать, а? Почему я бегаю? Кто мне скажет? Почему я такой дурачок? Опять гравлиты. Да идите в пень с вашей гравлиты. Еще гравлиты. Вульпикс. Гравлиты. Нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Но я откажусь. Что за туса? Что за туса? Что за туса? А, это те чуваки, которые там улучшают ваше умение. Там могут поменять ваше умение. Заменить умение на покемонах. Но. Пфф. Спасибо. Но нам пока что это не пригодится. Потом может как-то. О. Опять. Опять арбуки. Арбуки. Опять гравлиты. И больше никого нормального, да? А, кстати, на болотах может кто-то нормальный заспанится. Может я кого-то смогу найти, кто прям сильный, да? И может я его даже постараюсь словить. Только я пока что не фо... О. Да. Никого не вижу. И тут заспанилось прям куча. Куча. Да. Вот ты думаешь, что 16 уровень что-то сможешь сделать? Глум. Глум нам не нужен. Кофинг тоже нам не нужен. О. 41 глум. Это уже дело. Это уже другой разговор. Я надеюсь, что он не сможет меня убить. Пожалуйста. Еще раз. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты там не хилься. Ты там, дружище, не хилься. Вот. Зашибись. Полторы тысячи опыта. Поке хил. Да. А, ребят. Я действительно, наверное, прокачаю нашего самурота к 50 уровню. Это еще 7 уровней. И только после этого я пойду и буду сражаться с Генадием. Потому что, в принципе, у нас будет больше шансов у него выиграть. Смотрите. Еще один 41 уровень. Нормально. Еще разочек. Еще разочек по башке. Еще разочек. А вы какие уровни? 25. Такой. Такой себе. Не очень. Опа. 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 Зашибись. Нашли спрятанный покебол под деревом. Давайте покушаем, чтобы быстрее бегать. Мне кажется, наверное, можно будет убираться с этого болота и идти куда-то в другое место. Я очень хочу Сайтера. Вы прям, ребят, не представляете, как я хочу Сайтера. Только как же его сложно найти. Кстати, кто это тут у нас? Кто это тут? Это у нас Скруппий. И это у нас Дрифтблим. Скруппий очень маленький уровень. Но Дрифтблим можно там покромсать немного. Мне кажется, до 1000 опыта нам даст 100%. Даже, нифига себе, даже 1800. Офигеть просто. Так. Венонат. Куча кофингов. Которые, в принципе, нам... Не скажу, что пригодятся. Да, если честно, вообще, да, не пригодятся. Поэтому, ребята, давайте, знаете что? Возвращаемся домой. Хоть я... Пф. Хоть я не помню, где кровать поставил. Я ее вроде... Да, я ее убрал. И хотел перенести куда-то этажом выше. Да, то есть на второй или третий этаж. Но я не помню, куда ее поставил. Просрал кровать. Просрал. Да. Поэтому, знаете что, ребята? Давайте мы еще быстренько отправимся. Ну, куда? 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 Геннадию я не хочу. Геннадию не хочу. Мы еще с ним встретимся в следующей серии, ребята. Надеюсь, в следующей серии. Если мы сможем прокачаться до следующей серии. И потом мы его там запинаем, ребята. Запинаем. Будем сражаться 2 на 2. Черезард, как обычно, пойдет в первую очередь. Потому что Черезард у нас капитан команды. Я его сразу же выпущу. А потом... Потом пойдет самурод. Мне просто интересно, какие у него покемоны. Он же даже такой информации нам не предоставил. О, Лаки Блок. Да. Круто. Круто. Полезный Лаки Блок. Очень полезный. То есть он нам даже такой информации не предоставил. Я не знаю, что у него может быть за покемон. Может у него какой-то там легендарный покемон. А мы пойдем сражаться с обычными. И просто у нас с одной плюхи да раскатает. Надеюсь, что такого не случится. Кстати, вот колодец, который мы открывали. Это значит, что мы там уже были. Но это не помешает. Сайтеру заспавнится. Сайтер, пожалуйста. Не, мне кажется. В этой серии он 100% не вылезет. Да вообще хрен его знает, когда он вылезет. Он меня уже заколебал, если честно. Вообще ночью почему-то никто не спавнится. Но в принципе, ребята, да ладно. Мне кажется, что на этом можно заканчивать. В следующей серии мы начинаем активно прокачивать нашего самурота. Даже в этой серии мы сумели ему прокачать уже целых 2 уровня. Еще, ребята, в следующей серии мы прям активно возьмемся. Прокачаем ему 6 уровней. И идем на сражение с Геннадием. Мне интересно, что он поставит на кон. Потому что если я ставлю 100 калмазов, то он в принципе тоже должен поставить что-то ценное. Если я выиграю, то, ребята, будет круто. Посмотрим, какие призы он нам предоставил. Да, не знаю, что это было. Но да ладно, ребята. Действительно, давайте нам вот этом заканчивать. Я очень рад, что вы досмотрели эту серию до конца. Если есть такие, кто досмотрел. Ребята, большое спасибо вам за просмотр. Как я уже сказал, набираем где-то 10 тысяч лайков. И я сразу же выпускаю следующую серию с покемонами, ребята. Когда она выйдет, зависит только от вас. Ставьте лайки, ребята. 10 тысяч лайков. Сразу выходит новая серия. Также подписывайтесь на мой канал. Потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. Зовите на просмотры. И, конечно же, ребята, пишите в комментарии что-нибудь. Какие ваши любимые покемоны. Задавайте любые, в принципе, вопросы. Ребята, на самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Я вам еще раз говорю большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.